В общем, я, кажется, совершил невероятное. Я целые сутки не заходил в интернет. Ну а чего там делать? Литературу никто не читает, наставить на мою литературу не заходят, сколько не приглашают. У всех в голове одно – политика, Украина. Я тоже высказывался. И есть люди, которые меня поддерживают. Но почему-то выходит так, что поддерживают тебя тихо и спокойно, а вот против тебя орут свизгом. И это как-то надоело, и я не заходил туда. Но меня за эти сутки чуть не порвал. Не порвал, а от одного ролика, который я посмотрел, до того, из которого я отключился из интернета. Мне сбросили ссылку, и я посмотрел на высказывания украинских деятелей искусств из Одессы. Значит, это было вот в такой кассете, как бы, вот из, по-моему, там 8 роликов. И 8 деятелей этих высказывались о том, как в Одессе все спокойно. Дело того, чем я уж на сайте насмотрелся на высказывания разных там нервных дам с Украины, которые кричат, ах, как нам неприятно видеть российских солдат на улице с автоматами, с БТРами. Как нам неприятно. У них и нашивок нету, это неправильно. У них того нет, другого нет, у них номера российские, неприятно. Разгуливают там. Да? Возможно, разгуливают. Вот мне, честно говоря, находящемуся в Сибири, вот все равно, как они там разгуливают. С нашивками, без нашивок и так далее. Для меня главное то, что эти солдаты российские сейчас находятся в той точке, где может возникнуть фашизм и национализм, который потом пойдет волной, возможно, повсюду. И пусть, вот на мой взгляд, и пусть они там разгуливают, как бы это дамочкам не нравилось. Потому что, если они будут спокойно, никого не трогая, разгуливая солдаты, которых содержит Россия, там будут маршировать фашисты и националисты. Ну, об этом-то надо задуматься. Что делают деятели искусств Украины? Значит, вот запомнилось почему-то три таких выступления. Один говорит. Вот мне пишут мои родственники из Америки и Израиля. Говорят, приезжай к нам, пока у вас неспокойно, переживи. Но я никуда не поеду. Ну, прям такой патриот. Ужас просто-напросто. Кроме того, звучат Америка, Израиль. И для нас, для людей, для простых, вот Америка, Израиль, это должно быть такое невероятное. И авторитет этого человека должен возрасти невероятный, который об этом говорит. Ну, как там Высоцкий-то пел. Ну, что мне до нее? Она была в Париже. И сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Еще один историк. Он утверждает, что занимается раскопками на местах, где прошла война. Что все данные неоднозначны. Там все было. И предательство из той, и с другой стороны. И все такое. Что он кричит, дайте нам, историкам, разобраться в этой правде. Ну, вот в данной исторической обстановке, ну, ни к селу, ни к городу это выступление. Ну, где вы раньше-то историки были, где были политики, чего же вы не разбирались, а чего же вы допустили до такого. Еще одно выступление. Это какой-то уже музыкант. Ну, поскольку, видимо, выступление было им заказано заранее на тему в Одессе все спокойно, то он обращается в выступление подготовленное к старшему брату, это к русскому. Что у нас все спокойно, у нас тут дети играют, у нас все спокойно, замечательно, все хорошо. И все, русский брат у него, большой брат там, русский брат, нет, большой брат, большой брат, большой брат. В конце концов, значит, у него звонит телефон, он берет, а, Владимир Владимирович, у нас все спокойно, идите домой. Ну, вот это все вот показывает, как раз на подготовленность, а по-русски это называется дурочку ломать. Вот все эти деятели искусств, они это делают, и причем ни одного слова искреннего все сделано, они как через силу говорят, не искренне все это. Ой, граждане, деятели искусств Украины, но совесть-то вы имеете. Ведь дело в том, что человек искусства по определению поэта должен быть, как колокол на башне вечевой. И если что-то разгорается, он должен тревогу поднимать, а не быть горстью успокоительных таблеток. А фашизм, национализм, это такой микроб, что если он где-то завелся, туда скорую помощь и вызывать надо. Даже если эта тревога будет ложная, все равно нужно доехать и проверять. А что делаете вы? Да, спокойно. Пока вы еще живете при этой власти. Та власть, которая где-то там шумит, аначе к вам не пришла. Так что ж вы прогибаетесь-то раньше времени? Ну подождите хотя бы, пусть она придет. Или заранее себе плацдарм готовите, чтобы вас не тронули. Дело в том, что вот все мои эти резкие выступления, они на самом деле истерию не поднимают. Они заставляют задуматься, вспомнить, что такое фашизм. Я прочитал книгу документов по истории Крыма во время Великой Отечественной войны. Что делали там фашисты и румыны? Как они уничтожали все это? Русских уничтожали, украинцев уничтожали, евреев уничтожали. Сейчас идет то же самое нашествие, только другими способами. Деятели искусств Украины, неужели вы этого не понимаете? Неужели вы этого не видите? Или вам ваша шкура, она дороже всего этого, дороже всей истории, дороже того народа, которому вы должны служить? Когда совесть-то в вас проснется? Продолжение следует...